Друзья, в этом ролике я бы хотел поделиться с вами своими соображениями о том, как необходимо комплектовать багажник вашего автомобиля в зимнее время. Наблюдая за своими коллегами, друзьями, товарищами, заглядывая к ним в автомобиль, понимаю, что вот эта степень осознанности опасности, которая может подстерегать вас, если вы внезапно встанете где-нибудь, хорошо, если в городе, а если вне населенного пункта, в мороз, где-нибудь на трассе, вот эта степень осознанности опасности абсолютно разная. Поделюсь с вами своими соображениями, как я комплектую машину, и сразу хочу сказать, что каждая из вещей, которые я покажу, хотя бы единожды мне в экстренных ситуациях пригождалась. Поделитесь также в конце ролика своими комментариями, может быть, какие-то из вещей, которые лежат у меня, покажутся вам излишними, или наоборот, чего-то у меня нет, а это необходимо возить, и это может пригодиться в определенной ситуации. Поехали! Итак, зимой багажник моего автомобиля, моего и супруги, выглядит примерно вот так. Ящик для самого необходимого, незамерзающая жидкость и аптечка. Но начнем мы со скрытых полостей. Итак, смотрим. Итак, скрытые полости. Знак аварийной остановки. Обязательно удлинитель 10 метров. Фонарик, работающий от прикуривателя. Запасная катушка зажигания. У меня Subaru, поэтому Subaru VOD прекрасно понимают, что это такое, как это может пригодиться. Набор инструментов. Хороший набор инструментов. Баллонный ключ и обязательно усилитель. Очень рекомендую такое иметь девушкам, потому что иногда после шиномонтажа так сильно вот этим пневмогайковертом завертывают гаечки, что баллонникам просто невозможно их открутить. Поэтому всегда может пригодиться вот такой усилитель. Труба, которая будет удлинять, усиливать ваш баллонный ключ. Так, идем дальше. Поднимаем пенопласт и смотрим. Обязательно провода для прикуривания. Причем, друзья, у меня два комплекта. Как-то было такое, что машина могла подъехать ко мне только сзади. Поэтому мне приходилось их как бы удлинять. Вот у меня 10 метров проводов. Специальная дощечка, чтобы подкладывать ее под домкрат. И, конечно же, обязательно вот такая штука. Это преобразователь напряжения 12 вольт в 220. На всякий случай. Можно и ноутбук подключить, и даже фен будет тянуть. Также обязательно у меня есть вот такие крокодильчики. На всякий случай провода. Ну и, в принципе, все. Здесь запаска. Из скрытых полостей мы уходим. Но дополнительно у меня запасной ремень генератора. Он же, по-моему, еще приводит в движение гидроусилителя руля. Левая боковая скрытая полость. Обязательно предохранители. Обязательно запасные провода. Спички. Отвертка-тестер. И плащ. На всякий случай светроотражающий и против дождя. Ну, опять же, на всякий случай. Правая боковая скрытая полость. Снова катушка зажигания. Да, как-то бывало такое, что за одну дорогу на юг мы ездили в серф-приют. По-моему, в девятнадцатом году это было. Вылетела у меня по дороге одна катушка. И на обратной дороге вторая. Поэтому вожу две запасных. Так. Антифриз. Литр. Необходимого цвета. Необходимой консистенции. Да, что забыл сказать. Трос, конечно же. Трос. Да, друзья мои. Когда будете покупать трос, учтите, не покупайте. Самые дешевые. У самых дешевых тросов вот здесь очень плохая прошивка. Очень плохие карабины. И, соответственно, трос просто вылетит. Если будет буксировать вашу машину, может вылететь прямо вам куда-нибудь в лакокрасочное покрытие или в стекло. Такое, к сожалению, включается. Поэтому покупайте нормальный буксировочный трос. Нормальный, хороший, надежный, дорогой буксировочный трос. Хотя бы единожды. Но он вам пригодится и не подведет вас. Двигаемся дальше. Переходим к ящику для дополнительных, обязательных аксессуаров. Незамерзайки и аптечки. Друзья мои, аптечку собираем сами. Это не та, которая положена по ГОСТу, которая находится, как правило, в наборе автомобилиста. Это именно та, которую собираем мы. Часто ездим на дальние расстояния. Поэтому супруга доверяет только своей интуиции и опыту. У нас здесь ответственность разделена. В обеих машинах за аптечкой следит супруга. Смотрит, чтобы была полная комплектация и ничего не было просроченным. Место, конечно, занимает. Но все-таки, кто ездит на дальние расстояния, уверен, меня понимают, это оправдано. Следую за тем, чтобы всегда была полная пятилитровая канистра незамерзайки в машине. Вот так на трассе кончится. А заправка не близко. И, соответственно, будет неприятность. А на заправке, кстати, незамерзайка стоит, как правило, в два или в три раза дороже. Поэтому вожу с собой. Дальше. Удобный ящичек. Смотрим, что здесь. Дополнительный ящик с инструментами. Что у меня в нем лежит? Здесь все то, что, ну, скажем так, запасной. И не влезает в тот ящик, где пассатижи, отвертки, воротки и головки. Это какие-то болтики, гаечки, шайбочки. Это клипсы. Это запасные лампочки. Это ножи. Это ходовые отвертки. Проникающая смазка, густая смазка. Поксипол, момент, пассатижи. Запасные провода. Изолента, колесные шпильки и тому подобные мелочи. Так. Электрический насос. Надежный, хороший насос. Знаю, что нужно возить с собой и механический насос. Но, тем не менее, по какой-то причине пока его не купил. Собираюсь это сделать. Обязательно. ГОСТовская аптечка. Не знаю, зачем вожу. Ни разу туда не заглядывал. Те, кто имеют автоматическую трансмиссию и хотя бы единожды ломались, знают, что при буксировке машины в коробку передач нужно залить литр масла. Вот такой литр у меня всегда с собой. Моторное масло на доливку, литр. Гидравлический домкрат. Обязательно проверенный огнетушитель, веревка. Набор для ремонта проколов в дороге. Здесь у нас напильник, шило, клей и дополнительные жгутики. Кстати, жгутики надо подкупить. Двух мало. Портативный мочеприемник. Друзья мои, кто стоит в пробках, знает, что когда приспичат, всякие мысли лезут в голову. Кто-то опорожняет канистру, сюда справляется. Кто-то выходит, там как-то шифруется. Считаю, что вот такая покупка очень, очень, скажем так, пригодилась. Не единожды. Удобная анатомическая форма. Она и для женщин, и для мужчин. Раскладывается, по-моему, 0,8 литра здесь. Герметичная. Можно, в принципе, сразу ее не опорожнять. Опорожнять в пункте назначения. Продается на Алиэкспресс. Оставлю ссылку в описании к этому материалу. Кстати, герметичная. Вот так просто не закрыть. Вот так только закроется. Обязательная инструкция к моему автомобилю. Раз, наверное, 15 или 20 пригождалось. Особенно, когда какие-то предохранители вылетают. Поэтому всегда могу полистать, посмотреть, что у меня случилось с машиной. О чем говорят симптомы. Вот, в принципе, все, друзья. Обязательно вожу с собой, в том числе зимой, горелку и туристический газовый баллончик. На всякий случай погреться. А если тяжелый случай, может быть, какой-то костер разжечь. Но вот сейчас ее нет. В катер выложил и забыл положить обратно. Тем не менее, она обязательно нужна. Это все, друзья. Если вы возите с собой что-то дополнительно, и это хотя бы единожды вам пригождалось, выручало вас, пожалуйста, напишите об этом. Для меня эта информация очень важна. Также, может быть, что-то вы видите здесь излишним. Тоже напишите об этом. Критика очень полезна. Спасибо, друзья, за внимание. Как всегда, ни гвоздя, ни жезла. Пока. Да, друзья, прошу прощения, совсем забыл. Если вы стоите на одном и том же месте, стоянка у вас во дворе где-то, за вами закреплено это пространство, то обязательно, конечно, имейте лопату для очистки вашей площадки. Вот купил такую поликарбонатовую, на даче такая же. Блин, классные вещи вообще. Просто и лед, и снег. Все круто. Очень доволен. Купил на Озоне что-то в районе 1200 рублей. Спасибо, друзья, за внимание. Еще раз. Теперь уже пока-пока.